Объект SCP-5733 Класс объекта безопасный Особые условия содержания SCP-5733 на текущий момент содержится в кассетном хранилище А на полке HS в коробке номер 1984 секции информационных носителей архивов зоны 73 Кассетное хранилище – это контролируемая среда, предназначенная, чтобы снизить ухудшение качеств данных из-за температуры и влажности В настоящее время продолжаются попытки идентифицировать актеров и места, изображенные в SCP-5733 Кадры с актерским составом еженедельно исследуются с пополнением базы данных фонда по распознанию лиц В текущее время предпринимаются усилия по исследованию современных съемочных площадок и сопоставлению их с локациями SCP-5733 После инцидента 5733-1 все испытания были приостановлены Смотри приложение 2 для получения дополнительной информации Описание SCP-5733 – это ленточная кассета ВХС, содержащая запись фильма в жанре хоррор под названием «Возвращение пригородного потрошителя», который, согласно слепкейсу для кассет, был спродюсирован в студии «Хрустальные вязы» в 1983 году Никаких других записей о фильме, продюсерской компании или актерском составе обнаружено не было Сюжет фильма крутится вокруг главной героини Хизер Кэмпбелл, сыгранной актрисой Элис Строт согласно вступительным китрам файла Пока ее родители в отъезде, она готовится провести вечеринку в своей семейной резиденции, расположенной в Недоулке Недоулок – это окончание улицы, к которой ведет дорога с одним въездом и выездом Дата вечеринки совпадает с десятой годовщиной массового убийства в том же Недоулке Хизер узнает об этом только позже, по ходу фильма Убийство совершил неизвестный злоумышленник, впоследствии прозванный местными жителями и СМИ «Пригородным потрошителем» Во время вечеринки «Пригородный потрошитель» возвращается в Недоулок и, как это принято в современных фильмах ужасов, преследует и убивает всех пятерых друзей, которых пригласила Хизер А также полицейского, который посещает Недоулок во время рутинного объезда Личность злоумышленника остается загадкой на протяжении всего фильма Он носит черный холщовый мешок на голове и черный свободный комбинезон, все время оставаясь молчаливым Аномальные свойства SCP-5733 проявляются на 97-й минуте проигрывания кассеты На 95-й минуте Хизер обнаруживает трупы своих друзей, расположенные в ее гостиной Злоумышленник же появляется в другом конце комнаты и начинает преследовать Хизер Девушка бежит в подвал дома и запирает за собой дверь Оказавшись там, Хизер поворачивается к камере и произносит вариант следующей речи Эй, мистер, я вас не знаю и не знаю, почему вы просто сидите там, беззвучно наблюдая Но, пожалуйста, я умоляю вас, помогите мне Что мне нужно сделать, чтобы пережить это? Варианты включают обращения к зрителям, как мисс, мем, все вы вместо мистер А также стоите там или лежите там вместо сидите там После этого зритель кассеты может напрямую поговорить с Хизер И посоветовать ей, как сбежать от злоумышленника Далее ход фильма зависит от разговора с Хизер Объект будет разговаривать со зрителем исключительно на вышеупомянутую тему Если зритель ее игнорирует или пытается поговорить с ней на тема отличная от темы спасения Она смиренно поднимается по лестнице из подвала, отпирает и открывает дверь Злоумышленник будет ждать прямо на пороге Затем происходит затмение И SCP-5733 вылетает из видеомагнитофона, на котором он воспроизводится При исследовании ленты SCP-5733 ее продолжительность составляет 97 минут И заканчивается тем, что Хизер Кэмбелл запирается в подвале Но до того, как она начинает разговор со зрителем Несмотря на длинное тестирование, девушке все еще не удалось сбежать от злоумышленника Он, по-видимому, часто демонстрирует глубокие познания о рекомендациях зрителя и советуемого курса действия Используя это для упреждающего саботажа попыток побега Приложение 57331. Протокол экспериментов Все ниже приведенные тесты были организованы и проведены под наблюдением ведущего исследователя Дарио Акарпентера Тест 1. Субъект D1973 Совет D1973 спрашивает Хизер, есть ли у нее машина На что она отвечает утвердительно D1973 далее говорит, чтобы она прокралась наверх Нашла ключи от машины Вышла через заднюю дверь и уехала настолько далеко отсюда, насколько это вообще возможно Итог Девушке успешно удается добыть ключи от машины После чего она покидает резиденцию без столкновения со злоумышленником Однако, когда она добирается до автомобиля Девушка обнаруживает, что шины были пробиты И начинает паниковать D1973 побуждает ее разбить окно машины соседей и разблокировать дверь Со временем, девушку удается убедить и она совершает указанные действия А D1973 далее объясняет, как замкнуть провода зажигания Машина успешно заводится Хизер смеется и уезжает Как только она покидает недоулок Убийца выпрямляется, больше не скрываясь на заднем сиденье автомобиля Он замахивается кухонным ножом Хизер кричит Происходит затмение Второй тест Субъект D1944 Совет D1944 говорит Хизер, чтобы она взяла дробовик отца Который показан на 25 минуте SCP-5733 И использовала его, чтобы нейтрализовать маньяка Итог Девушка прокрадывается в спальню своих родителей и берет дробовик В этот момент камера демонстрирует маньяка, стоящего в дверях спальни Хизер целится из оружия и нажимает на курок Но ничего не происходит, так как дробовик не заряжен Маньяк поднимает свою правую руку и раскрывает ладонь Патроны падают на пол Он замахивается кухонным ножом и наступает на Хизер Девушка кричит Происходит затмение Тест 3 Субъект D1958 Совет D1958 говорит Хизер, что сопротивление маньяку бесполезно И ей следует воспользоваться садовыми ножницами в подвале, чтобы совершить самоубийство Итог Девушка отвечает, что это не вариант и начинает плакать Через 10 минут она поднимается с пола Идет вверх по ступенькам из подвала и открывает дверь Маньяк стоит и ждет снаружи Происходит затмение Тест 11 Субъект Младший научный сотрудник Филлиса Бейкер После того, как у субъектов класса Д не проявились никакие отрицательные эффекты Помимо ненормальной психологической травмы Общему персоналу фонда было разрешено принимать участие в тестировании Совет После разговора с Хизер Кэмпбелл о ее состоянии и способностях Доктор Бейкер убеждена, что лучшим курсом действия будет заручиться помощью окружающих Доктор Бейкер рекомендует девушке ходить от одного дома недолго к другому, пытаясь найти соседей, которые могли бы ей помочь Итог Девушка покидает подвал и дом без происшествий, отправившись к резиденции мистера Люмеса, ее ближайшего соседа По прибытию она обнаруживает, что дверь дома приоткрыта, а свет выключен Прокравшись внутрь, она обнаруживает мистера Люмеса и фигуру, считавшуюся его женой, спящей в кровати Пытаясь разбудить мужчину, Хизер обнаруживает, что он мертв, его горло перерезано Фигура на кровати рядом поднимается и скидывает с себя одеяло, раскрывая себя как убийцу Хизер кричит, происходит затмение Тест пятнадцатый Субъект, младший научный сотрудник Ник Инглуш Даскивиш Совет Доктор Инглуд Даскивиш объясняет Хизер, что он работает на организацию, которая может помочь Однако ей следует попытаться вызвать подмогу с помощью домашнего телефона Он разглашает ей секретный телефонный номер фонда, действительный в 1983 году Итог Девушка покидает подвал и пытается проникнуть на кухню, где находится проводной телефон Однако, оказавшись там, она обнаруживает, что телефон был сломан А к обломкам кухонным ножом была привождена записка, написанная, видимо, кровью Хизер читает записку вслух и показывает ее камере Спрашивая доктора Инглуда Даскивиша, что это означает Там написано Единственное условие содержания здесь это отчаянный утробный страх До того, как доктор успевает ответить, он предупреждает ее о присутствии маньяка, который появляется за ее спиной Маньяк замахивается другим кухонным ножом Девушка кричит, происходит затмение Тест 17 Субъект Полевые агенты Мальком Плезнос и доктор Макдау Совет Полевые агенты были выбраны для теста Благодаря их знанию техник рукопашного боя Они посоветовали Хизер обыскать подвал на наличие припасов, чтобы выяснить, как долго она сможет оставаться здесь Выяснив, что девушка обладает малым рационом еды и воды Агенты приступили к обучению Хизер боевым приемом Итог Ей удается продержаться в подвале на протяжении 112 часов, прежде чем закончились припасы Следует отметить, что, согласно часам в фильме, это привело к тому, что Хизер покинула подвал в 10.00 Несмотря на это, уровень освещенности при выходе из подвала больше соответствует ночному времени За это время Плезнос и Макдауэл провели для нее базовый вводный боевой курс Обучение проводилось агентами посменно И когда Хизер спала, один из агентов бодрствовал, чтобы следить за маньяком Хизер покидает подвал и направляется ко входной двери дома, где она сталкивается со злоумышленником Оба вступают в рукопашный бой, длящийся 23 минуты при перемещении по всему дом Девушке удается применить приемы, которым ее обучили оба агента И по завершении боя укладывает злоумышленника на пол Хизер подбирает подсвечник с обеденного стола, готовясь атаковать маньяка Как девушка, так и агенты ликуют Однако, как только она поднимает подсвечник над головой Камера уходит на общий план, раскрывая второй экземпляр убийцы, крадущийся позади нее Сущность набрасывается на девушку и моментально происходит затмение, прежде чем происходит контакт Во время теста номер 17, оба экземпляра SCP-5733-1 демонстрируют уровень физической силы и знания боевых навыков, не показанных в других тестах Тест номер 28 Субъект Полевой агент Кильда Джон Беннет Совет Агент Беннет была выбрана для тестирования благодаря ее продвинутому знанию тауматургии Агент проинструктировала девушку, как пользоваться рудиментарной тауматургией в целях атаки и защиты Через несколько часов она была способна создавать базовые защитные глифы и использовать основные фонологические заклинания низкого уровня Итог Хизер выходит на передний двор, где сталкивается с маньяком, который замахивается кухонным ножом и наступает на нее По совету агента Беннет, девушка создает защитный глиф Маньяк атакует Хизер, но нож отскакивает от нее и вылетает из его руки благодаря тауматургической защите Девушка контратакует заклинанием ветра, который отталкивает маньяка назад Хизер пользуется данной возможностью и убегает по дороге Маньяк преследует ее и демонстрирует ранее невиданные тауматургические способности, используя заклинание мороза, тем самым останавливая Хизер Маньяк использует заклинание призыва, возвращая себе кухонный нож Хизер пытается закричать, но не может Происходит затмение Приложение 5733-2 Инцидент 5733-01 Предисловие Изучив все предыдущие тесты, ведущий исследователь SCP-5733, доктор Карпентер, разработал следующий эксперимент, в котором сам выступил в роли субъекта При подготовке к тесту, доктор Карпентер попросил свою команду обдумать возможные варианты того, как девушка может сбежать от злоумышленника После, они были разделены на следующие категории Что взять из подвала? Куда отправиться, покинув подвал? Как покинуть дом? Как покинуть недоулок? Каждая из вышеперечисленных категорий должна была содержать не менее 20 вариантов Ни при каких обстоятельствах, доктора Карпентера не следовало информировать о том, какими будут данные опции В день тестирования все варианты были распечатаны и помещены в пластиковые миски, соответствующие вышеуказанным категориям В дополнение к этому были созданы три карточки с надписью «Лицо», «Тело» и «Ноги» В день тестирования доктор Карпентер начал просмотр SCP-5733 На 95-й минуте, за 2 минуты до появления аномального эффекта, младшие научные сотрудники разместили перед исследователем 4 миски и 3 карточки лицом вниз Финальный тест Субъект Дарио Карпентер Совет Доктор Карпентер информирует Хизер, что он будет случайным образом выбирать для нее указания и абсолютно необходимо, чтобы она следовала им в точности Совет Что взять из подвала Отведя взгляд, доктор Карпентер положил руку в правую миску и выбрал вариант Он сказал девушке вооружиться садовыми ножницами, которые есть в подвале, и начать подниматься по лестнице к выходу Исход Хизер вооружилась и начала подниматься без возражений Совет Куда отправиться, покинув подвал Доктор Карпентер выбрал вариант из второй миски и проинформировал девушку подняться наверх в спальню и спуститься обратно в столовую Итог Хизер следует указаниям На данном этапе маньяка не наблюдается Совет, как покинуть дом Доктор Карпентер выбирает вариант из третьей миски Он говорит Хизер, чтобы она побежала обратно наверх в спальню своих родителей Откуда должна, вылезти из окна на крышу, а затем спрыгнуть в сад Итог Хизер следует указаниям На данном этапе эксперимента злоумышленника до сих пор не наблюдается Совет, как покинуть недоулок Доктор Карпентер выбирает вариант из четвертой миски Он сообщает девушке, что она должна перепрыгнуть через забор в сад своих соседей Пробраться к передней части дома И пробежать по улице, пока не найдет помощь Итог Хизер следует указаниям И добирается до дороги из недоулка, по которой пытается сбежать Камера уходит на общий план, от чего можно заметить, как убийца прорывается через дверь из резиденции Хизер Девушка продолжает бежать, в то время как злоумышленник не устремляется в погоню Хизер начинает ликовать И доктор Карпентер спрашивает, как далеко находится ближайший полицейский участок Девушка отвечает, что не знает Однако они смогут это выяснить вместе Дорога из недоулка безлюдна, окаймлена деревьями И иногда освещается уличными фонарями Хизер продолжает бежать в течение 20 минут, прежде чем сбавляет темп, чтобы отдышаться К этому моменту деревья начали редеть, но за ними видна только тьма Девушка идет в следующие 5 минут Деревья, ранее стоявшие вдоль дороги, исчезли По обе стороны от нее лишь кромешная тьма Доктор Карпентер спрашивает ее, видит ли она что-нибудь на обочине Она отвечает отрицательно Доктор Карпентер инструктирует Хизер снять браслет с руки и тянуть его за пределы дороги Как только браслет преодолевает границу между дорогой и тьмой, он тут же исчезает из поля зрения Хизер спрашивает доктора Карпентера, что ей следует делать дальше Он отвечает, что она должна продолжать идти Проходит час, дорога остается прямой, других признаков жизни не наблюдается Деревья снова начинают окаймлять дорогу Хизер отмечает, что видит свет и дома впереди Она начинает бежать быстрее Приблизившись к домам, девушка убегает и кричит о помощи Она узнает это место Девушка вернулась с минидаулок, в котором проживает Паникуя, она спрашивает доктора Карпентера, что происходит Прежде чем он успевает ответить, убийца начинает наступать на Хизер, замахиваясь клуханным ножом Доктор Карпентер переходит к трем картам, положенным лицом вниз и выбирает одну наугад Лицо Он кричит девушке, чтобы та использовала ножницы, чтобы атаковать незнакомца в область лица Девушка уклоняется от первого удара ножа и успешно контратакует Мешок, скрывающий лицо незнакомца, разорван Доктор Карпентер переворачивает вторую карту и выкрикивает указание нанести удар по ногам преследователя Хизер успешно справляется с этим, ограничивая незнакомца в движении Доктор Карпентер тянется за последней карточкой Когда его пальцы касаются и он понимает, что уже знает, что там написано от тела Он кричит Хизер, чтобы та нанесла удар в торс маньяка, чтобы поразить его в сердце или другие жизненно важные органы Хизер делает это, но убийца уклоняется от атаки, выхватывает у нее ножницы и толкает девушку на землю Камера устремляется вверх от Хизера, лежащей на земле, к лицу убийцы, теперь лишь частично прикрытому поврежденным мешком Доктор Карпентер приближается к экрану телевизора, глядя на убийцу Теперь можно увидеть его лицо, смотрящее прямо в камеру Злоумышленник визуально идентичен доктору Карпентеру Хизер кричит, происходит затмение Все испытания были приостановлены, пока ведется расследование того, способствует ли использование SCP-5733 сотрудниками фонда утечки данных Рассмотрение текущих и прошлых миссий предыдущих подобных находится в процессе Спасибо всем тем, кто поддерживает нас рублем, кто спонсирует нас через патреон или кто становится спонсором нашего канала на ютубе Это невероятно помогает нам в нашем творчестве Продолжение следует... Продолжение следует...